Рельеф земли, горы На прошлом уроке мы с вами уже говорили о том, что такое рельеф. Давайте вспомним вместе. Рельеф — это все неровности на поверхности земли. Рельеф формируется за счет взаимодействия внутренних и внешних сил. Так внутренние силы создают неровности на поверхности земли, а внешние всячески пытаются их разгладить. Главная причина образования рельефа — это взаимодействие внутренних и внешних процессов. Вспомните, что к внутренним процессам относятся движение литосферных плит, землетрясение и вулканизм. А к внешним процессам уже знакомое нам выветривание, работа ветра, работа ледников, текучих вод, морского прибоя, а также деятельность человека. Что же такое горы? Горы — это участки земной поверхности с сильно расчлененным рельефом, высоко приподнятые над равнинами. Как же образуются горы? Горы образуются в результате столкновения литосферных плит и смятия горных пород в складки. Так, например, при столкновении континентальных плит образуются складчатые горы, как, например, горы Гималайи в Евразии. При столкновении океанической плиты и материковой образуются окраинные горы, как, например, горы Анды в Южной Америке. К основным элементам горы можно отнести вершину, склон и подошву. Однако строение гор достаточно сложное. Вот несколько понятий, которые необходимо запомнить. Горные хребты — это линейно вытянутые поднятия с наклоненными в разные стороны склонами. Вершиной горного хребта можно назвать гребень. Удобное понижение в горах для перехода называется перевалом. А горная долина — это понижение, разделяющее соседние горные хребты. Не все горы сформировались в один и тот же период. Некоторые образовались много миллионов лет назад, а другие — значительно позже. Форма гор может указывать на их возраст. Горы бывают старыми и молодыми. Если вершины гор не высокие, не острые, а склоны пологие, то чаще всего такие горы старые. Если же наоборот это высокие и острые горы, склоны которых крутые, это горы молодые. Вот еще несколько пунктов, по которым можно различать старые и молодые горы. Молодые горы — высокие, с остроконечными вершинами, крутыми склонами, большими перепадами высот и высокой сейсмической активностью. Что же такое сейсмическая активность? сейсмическая активность это возможность возникновения очагов землетрясения в горах примером молодых гор могут служить горы альпы а примером старых гор уральские горы горы также различаются по абсолютной высоте так например если горы имеют высоту до 1000 метров это низкие горы от 1000 до 2000 метров это средние горы более 2000 метров это высокие горы но существуют еще и высочайшие горы если их высота более 5000 метров посмотрите какие можно привести примеры гор по высоте хибины это низкие горы на кольском полуострове на территории нашей страны уральские горы примеры средних гор на территории россии плюс они же являются границы между двумя частями света европой и азией альпы высокие горы в западной европе ну а примерами высочайших гор могут служить горы анды в южной америки и гималая высочайшие горы на материке евразия здесь же в гималаях находится наивысшая вершина мира гора джамалунгма или эверест высота которой 8848 метров на карте горы изображаются оттенками коричневого цвета в зависимости от их высоты причем чем темнее цвет тем более высокие горы изображаются на карте давайте рассмотрим примеры выше перечисленных гор самые высокие горы на земле гималайи анды примеры остальных гор например уральские горы хибины крымские горы у нас в крыму и еще несколько примеров посмотрите например в северной америке это кордильеры апалачи и в австралии большой водораздельный хребет в африке также есть горы атласские горы и драконовые отсюда мы делаем вывод что на всех материках земли и даже в антарктиде есть горы однако в антарктиде они скрыты под мощным чехлом льда горы как и равнины издавна освоены человеком так повелось что в горах большее разнообразие растений ранее в горах удобнее было скрываться от хищных зверей и от враждебных племен горы и популярны до сих пор среди людей особенно популярен туризм в горах в любое время года люди найдут для себя занятия в горах в зимнее время это может быть лыжный туризм и альпинизм а в летнее время это пешеходный туризм велосипедные и прогулки на лошадях в горах скрыто огромное количество полезных ископаемых однако находятся они на большой глубине и не всегда доступны для добычи людям поэтому люди освоили лишь доступные месторождения давайте подведем итог урока и выполним некоторые задания заполните пропуски в предложении горы это участки земной поверхности сильно расчлененным рельефом высоко приподнятые над равнинами установите соответствие между горной системой и материком на котором она расположена анды горы расположенные в южной америки большой водораздельный хребет горы расположенные в австралии альпы горы в евразии и кордильеры горы в северной америки самая высокая вершина суши на земле это гора эверест напомню ее высота 8848 метров сглаженные вершины и пологие склоны характерны для низких гор домашнее задание прочитать параграф 25 в учебнике запомнить определение горы горный хребет перевал гребень горная долина рассмотреть в атласе примеры гор спасибо за внимание наш урок окончен здравствуйте ребята на прошлом уроке мы познакомили с вами с однородными членами предложения давайте вспомним что же такое однородные члены предложения однородные члены предложения отвечают на один и тот же вопрос относятся к одному и тому же слову и являются одним и тем же членом предложения При каких условиях ставятся запятые в предложениях с однородными членами? Вы помните, что есть случаи более простые и сложные. Если однородные члены не соединены с союзом, то между ними ставится запятая. Если соединены с союзом и, то запятая не ставится. А вот перед союзами а, но, да, в значении и, запятая ставится обязательно. Есть случаи, когда будет повторяться союз и или в таком случае перед ним обязательно ставится запятая. Получилось ли у вас выполнить домашнее задание? Одним из вариантов мог стать такой. Здоровье – это богатство. Самая большая ценность. Чтобы его сохранить, нужно знать и соблюдать основные правила. Нужно уметь ухаживать за всем – и за умом, и за душой, и за телом. Какие же однородные члены предложения в этом тексте? Мы видим в первом предложении два однородных сказуемых. В следующем предложении также в наличии два однородных сказуемых. А вот в последнем предложении перед нами уже будут однородные дополнения. Однако что-то с этим предложением не так, как с предыдущими. Мы видим еще слово «всем», которое не является существительным. И, вас не смущает, знак двоеточия. Мы не знаем пока, почему он ставится. Тема сегодняшнего урока – обобщающие слова при однородных членах предложения. Давайте попробуем собрать из ряда предметов, которые изображены на экране, тематические группы. Вы видите таксу, катер, поезд, радугу, автобус, бульдога, северное сияние, овчарку и молнию. Какие же группы у нас получились? Породы собак – и сюда попали такса, бульдог и овчарка. Природные явления – радуга, молния и северное сияние. И виды транспорта – поезд, катер и автобус. Названия этих тематических групп и будут обобщать все предметы и являться обобщающими словами. Итак, что же такое с точки зрения грамматики обобщающее слово? Обобщающее слово – это общее название для ряда однородных предметов, явлений или признаков. Оно обозначает более общее по отношению к однородным членам понятие. Попробуем увидеть, как эти слова попадают в предложение. На лужайке я увидел много пород собак – овчарку, бульдога, таксу. Обобщающими словами будет много пород собак, а однородными членами предложения – в данном случае дополнение – овчарку, бульдога, таксу. Во втором предложении – однородные члены предложения – поезд, автобус и катер, и после них стоят обобщающие слова, стоят виды транспорта. В третьем предложении мы видим обобщающие слова явления природы и ряд однородных членов предложения, в данном случае дополнение – радугу, молнию и северное сияние, как единое понятие. Чем же характеризуются обобщающие слова? Они отвечают на один и тот же вопрос, являются теми же членами предложения, что и однородные члены, конкретизирующие их. В предложениях они могут быть выражены различными частями речи, но чаще всего бывают местоимения. Также обобщающие слова могут быть выражены целым словосочетанием, как вы видели на предыдущих слайдах. Давайте посмотрим на предложение, которое расположено внизу слайда. Нужно уметь ухаживать за всем – и за умом, и за душой, и за телом. Обобщающим словом в данном случае будет «всем», а однородные члены предложения – за умом, за душой, за телом. При постановке знаков препинания в предложениях с обобщающими словами надо быть особо внимательным. Мы встречаемся с двумя знаками – двоеточие и тире. Если предложение начинается с обобщающего слова, а далее следуют однородные члены предложения, то между ними ставится двоеточие. А если сначала идут однородные члены предложения, а затем обобщающее слово, то перед ним ставится тире. Проверим себя. В каких предложениях или предложениях мы поставим двоеточие? Для удобства обобщающие слова выделены зеленым цветом, а над однородными членами предложения показан схематический знак «кружок». Вращение Земли, ее движение по орбите, смена дня и ночи, смена времен года – такие примеры природных явлений описаны учеными. К неживой природе относятся следующие объекты – солнце, звезды, небесные тела, воздух, вода, облака и другие. Цветение, появление насекомых, распускание почек, пение птиц, появление листвы – это название весенних явлений в живой природе я нашла в учебнике. Обратите внимание на интонацию, с которой произносятся предложения, с однородными членами предложения и обобщающими словами. Итак, правильным ответом будет предложение номер два. Обратите внимание на схемы. В первом и в третьем предложении сначала идет ряд однородных членов предложения, а потом обобщающее слово, а значит будет стоять тире. А во втором предложении сначала идет обобщающее слово «объекты», а затем ряд однородных членов предложения, поэтому будет стоять двоеточие. Есть сложные случаи, с которыми тоже нам стоит разобраться. Давайте разберем два предложения. В них стоит тире. Но на одно ли правило это тире стоит? Обтирание, купание, прием ванн, баня – все это укрепит нервную систему. У нас есть группа однородных подлежащих обтирания, купания, прием ванн, баня, и обобщающее слово «все», а значит тире стоит на основании правила, работающего при обобщающих словах. Во втором предложении у нас есть подлежащая иммунитет и сказуемая способность. И значит здесь действует другое правило – тире между подлежащим и сказуемых. Будьте внимательны при постановке этого знака. Вспоминайте правило. Проверим себя, в каких предложениях или предложениях нужно поставить тире при обобщающем слове. Любой вид спорта – это наш помощник в борьбе за здоровье. Баскетбол, волейбол, теннис, футбол – многие виды спортивных игр входят в официальную программу Олимпиад. А ты знаешь такие водные виды спорта? Синхронное плавание, водное поло, гребли на каное, виндсерфинг. Итак, правильным ответом будет второе предложение в нем. Есть ряд однородных членов предложения – баскетбол, волейбол, теннис, футбол. Конкретно это однородные подлежащие. И обобщающие слова – виды игр. Значит, именно в этом предложении будет стоять тире. Почему же первое предложение нам не подошло? Потому что в первом предложении мы ставим тире на основании правила – тире между подлежащим и сказуемым. Итак, домашнее задание. Сделайте четыре карточки на листах А4. По два предложения на каждой карточке в соответствии со схемами, которые вы видели в начале нашего урока. На каждом листе расположите одно предложение с обобщающим словом, используя рисунки или символы. На обратной стороне напишите предложение словами. Для здоровья очень полезно есть овощи – свеклу и морковку, редьку и капусту. Не забывайте о правильном оформлении знаками припинания. Спасибо за внимание. Урок окончен. Добрый день, дорогие пятиклассники. Искренне надеюсь, что вы готовы к сегодняшнему уроку и с огромным удовольствием прочитали рассказ Андрея Платонова «Никита». Точно знаю, что многие из вас узнали в маленьком герое себя. Уверена, что общение с Никитой принесло вам большое удовольствие. А сегодня предлагаю проанализировать текст и поработать по теме нашего урока. Рассказ Андрея Платонова «Никита. Душевный мир главного героя». Иллюстрацию, которую вы видите на первом слайде, вам уже знакома. Мне она очень нравится, потому что душевный мир этого литературного героя вот такой же светлый, яркий, солнечный и незабываемый, как и у нас с вами. С ним мы сейчас и пройдем, с этим литературным героем, по тексту. Обратите, пожалуйста, внимание на рубрику «Повторим». Наверняка вы помните, что нашего героя зовут Никита, что в переводе с греческого означает «победитель». Вы обратили внимание, что он маленький. С такими литературными героями мы еще не встречались. Ему от роду 5 лет, но он уже замечательный. Его родители – обыкновенные люди. «Отец был на войне, а мать ходила в поле работать за трудодни». Значение этого слова вы посмотрели в сноске на страничке нашего учебника. Какие поручения давала сыну мать? Конечно, она оставляла его главным. Она учила его самостоятельности, ответственности и тому, что в доме он должен быть мужчиной. Чем малыш занимался, пока он был один? Он исследовал свое нехитрое, неказистое крестьянское хозяйство. Он заглядывал в самые тайные, дальние уголки. И там работало его воображение, богатое воображение, которое позволяло оживлять различные предметы. Вернулся ли с фронта отец? Конечно, вернулся. Это самый главный, самый значимый фрагмент рассказа, когда мальчик почувствовал себя защищенным. В чем твердо был уверен отец малыша? Отец, пришедший с войны, прошедший страшные годы, твердо был уверен, увидев своего повзрослевшего ребенка, что малыш на всю оставшуюся жизнь принесет самое ценное качество, доброту своей душе и станет прекрасным человеком на этой земле. Давайте поработаем с текстом. На страничке 114 начинается отрывочек, когда наш замечательный герой выходит во двор, оставив избу, в которой ему все абсолютно было знакомо и надоело. Вчера вечером, готовясь к уроку, я постаралась выписать глаголы из этого текста. Сегодня вы можете меня проверить и точно скажете, что я выписала не все глаголы, но посмотрите, какие они замечательные. Ребенок вышел, хотел узнать, увидел, прислушался, смотрелся, улыбнулся, пошепнул, попросил и так далее. Все эти глаголы каким образом характеризуют нашего замечательного малыша? Он очень любознательный, он очень любопытный, но ему некому было обратиться за вопросами и разъяснениями. Какой самый интересный вопрос, который мы все задавали и который задают современные дети? Самый актуальный вопрос – почему? На этот вопрос некому было ответить Никите, и поэтому он сам познавал окружающий его мир. Приглашаю вас к следующему слайду. Посмотрите, пожалуйста, вот этот вопрос каверзный. От чьего лица ведется повествование в рассказе и почему? Я думаю, что вы внимательно читали рассказ и хорошо, и быстро можете ответить, раз повествование ведется от лица автора. Но там очень много монологов героя. Он обращается то к пустой бочке, то к избе, то к солнышку. И все эти монологи характеризуют нашего Никиту и показывают, какой он человечек – маленький, любопытный, смышленый, хозяйственный, самостоятельный ребенок, у которого впереди большая и светлая жизнь. Следующий вопрос – как Никита воспринимает окружающий его мир? Старый пень, лопухи, колья, бочку, корявый пень на огороде – все это предложено на иллюстрации, которую я нашла у одного из своих детей. Посмотрите, пожалуйста, все, что изображено на иллюстрации и все, что видел наш главный герой, все было живым. Это не случайно, потому что это художественное средство, о котором вы уже знаете. Это олицетворение. Вы помните, что это художественное средство, которое помогает оживить неживое и используется авторами в произведениях для того, чтобы сделать рассказы, повести и романы более выразительными, эмоциональными, яркими и красивыми. У нас очень много с вами олицетворений в этом тексте. Не хочу, чтобы вы считали, что я не увидела остальные, но выбрала только те, которые мне очень нравятся. Доброе солнце глядело на него, на Никиту. Пень молча улыбался. Лопухи не любили его. Странно, как можно было не любить такого замечательного малыша. Колья, плетня смотрели на Никиту грозно. Вот там не написало слово «грозно», чтобы не осталось у нас отрицательное впечатление. Такое художественное средство позволяет нам проникнуть в внутренний мир главного героя. Посмотрите, пожалуйста, вот фрагменты, о которых мы говорили на прошлом уроке, о котором уже сегодня я сказала. Можно ли сказать, что все вокруг изменилось после того, как с войны вернулся отец героя? Конечно, можно. И я предлагаю вам открыть страничку 119. Абзац начинается в самом верху, он первый на этой странице и является кульминационным моментом данного произведения. Дома Никита увидал мать. Она сидела за столом и смотрела, не отводя глаз, на старого солдата, который ел хлеб и пил молоко. Солдат поглядел на Никиту, потом поднялся с лавки и взял его себе на руки. От солдата пахло теплом, чем-то добрым и смирным, хлебом и землей. Никита оробел и молчал. Здравствуй, Никита, сказал солдат. Ты уж давно позабыл меня. Ты грудной еще был, когда я поцеловал тебя и ушел на войну. А я-то помню тебя. Умирал и помню. Это твой отец домой пришел, Никитушка, сказала мать и утерла передником слезы с лица. Никита осмотрел отца, лицо его, руки, медаль на груди и потрогал ясные пуговицы на его рубашке. А ты опять не уйдешь от нас? Нет, произнес отец. Теперь уж век буду с тобой вековать. Врага неприятеля мы погубили. Пора тебе с матерью подумать. Вот с этого момента начинаются события, где Никита перестает бояться. Я осознанно избегала этого глагола в первой части нашего диалога. Мальчик действительно немножко боялся, потому что одному страшновато дома. Но ведь он с интересом познавал окружающий мир. А вот теперь наутро, когда он вышел на улицу, он грозно во дворе сказал, все, отец пришел, будет век вековать с нами. Для чего он это сделал? Для того, чтобы все те предметы, которые накануне его пугали, теперь этого делать просто не смели. В ходе хозяйственных работ с отцом мальчик вдруг неожиданно для себя сделал гвоздь. И этот гвоздь показался ему очень добрым. Он обратился к своему отцу с вопросом, а почему так получалось? Пень на огороде, колодец, изба, змеи в норе, которые жили под домом, почему все было злое. А этот человечек, этот гвоздик, стал добрым. И мудрый отец, прошедший страшную войну, сказал Никите, открыл ему маленький секрет, у тебя сердце доброе, и ты сделал это своим трудом. А все, что сделано своим трудом, все доброе. Мы с вами говорили о главном герое нашего произведения и пришли вот к такой маленькой схеме. Посмотрите, пожалуйста. Я думаю, что вы можете добавить и свои характеристики, говоря о Никите. Но в центре я обозначила его возраст и его имя. Так мы делаем всегда, когда характеризуем литературного героя. Я выделила самые главные, на мой взгляд, черты его характера и поставила прежде всего добрый, потому что этот ребенок действительно светится добротой. Это самое главное. Хочу обратить ваше внимание вот на это слово. Милосердный. Тот, кто любит людей, кто помогает, стремится помочь людям, потому что знает, что люди вокруг нуждаются. Но хочу привести пример из текста. Помните, когда Никита вынес еду для змей и положил возле норы? Он заботился о матери. Вот это милосердие, любовь должны проявляться прежде всего к нашим близким, с которыми мы живем. Мы переходим с вами к слайду «Домашнее задание». Попробуйте, пожалуйста, пересказать близко к тексту понравившийся эпизод из рассказа Андрея Платонова. Подготовьте выразительное чтение эпизода встречи Никиты с отцом, вернувшимся с войны. Я очень благодарна вам за работу. Искренне надеюсь, что домашнее задание не вызовет у вас никаких затруднений. И еще раз обращаю ваше внимание. Воображение главного героя помогло ему оживить многие предметы. Рекомендую и вам сейчас посмотреть на предметы в комнате и сравнить их с чем-то живым. Уверяю вас, все те привычные предметы, которые вы видите каждый день, очень интересны. Спасибо. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин